Ассаляму алейкум. Тумсо, как-то ты сказал, что Ахмад Кадыров не знал арабского языка. Иллюзионист показал ролики, где Ахмад говорит по-арабски. Ассалям. Да, кстати, я посмотрел ответ иллюзиониста на эти мои запросы. И мы чем вообще отличаемся от кадыровцев? Тем, что если нам что-то доказывают, мы это принимаем. Это и есть наше главное отличие от несправедливых людей. Что если тебе что-то доказали, как бы нам это неприятно не было, мы должны это принимать. Поэтому в этом вопросе он действительно нам показал, что Ахмад Кадыров изъяснялся на арабском языке. Многие стали делать какие-то свои замечания на эту тему, что там грамматика у него никакая, плохо говорит. На самом деле здесь не это важно. Для меня было важно понять, вообще владел ли он арабским языком, то есть мог ли он с арабом изъясниться на арабском языке. Это для меня было важно. Я считаю, что этот пункт нам показали, и я его принимаю. И я более не утверждаю, что Ахмад Кадыров не знал арабского языка, и не требую этот момент нам больше обоснования. Единственное, я могу сказать, что объяснение иллюзиониста, что вот, мол, Путин знает немецкий, но у него там присутствуют переводчики, это очень слабый аргумент. Во-первых, мы не знаем, владеет ли в совершенстве Путина немецким языком, может ли он изъясняться, мы этого не знаем, во-первых. Во-вторых, на официальных встречах всегда присутствуют официальные переводчики у глав государств. А Зияд Сапсаби не является переводчиком, он вообще не переводчик, поэтому если бы на встрече Кадырова присутствовал бы действительно профессиональный переводчик, тогда бы у меня тоже, возможно, не было каких-то вопросов. Но то, что ему переводил Зияд Сапсаби, из-за этого возникали вопросы. Мне кажется, более грамотным доводом с вашей стороны был бы, и вы, в принципе, это и сказали, я его как бы принял, это то, что Ахмад Кадыров владел арабским, но там ведь были еще члены делегации, которые, возможно, не владели арабским языком, и для них, чтобы они понимали, о чем говорят, для них присутствовал переводчик. Вот это объяснение, на мой взгляд, оно исчерпывающее. Больше ничего добавлять не нужно. Не нужно приводить там Путина, каких-то других глав государств, и это все как бы легко опровергаемо. Вот это, на мой взгляд, аргумент. И то, что он говорил на арабском языке, мы это увидели, мы это приняли, все, здесь вопрос исчерпан. Но, на самом деле, его владение арабским, это все-таки было не главное, так как владеющий арабским языком человек не является ученым-богословом. То есть, наша основная претензия и наш основной вопрос был в том, что он, если он является ученым-богословом исламским, как вы об этом заявляете, то я делал три запроса, вот если бы сзади меня сейчас висела бы доска, там было бы написано «Ахмад Кадыров ученый?» – вопрос. «Ахмад Кадыров богослов?» – вопрос. «Ахмад Кадыров знал арабский?» – вопрос. Вот этот вопрос знал арабский, я бы сейчас стер и поставил бы там галочку «Арабский знал». Но первых два вопроса, которые более важны и актуальны, их-то нам не доказали, не обосновали. Чтобы их нам доказать, я спрашивал, есть ли у него хоть одна проповедь, которую он прочитал, где бы он разъяснял религию, какие-то религиозные вопросы. Вот помимо призывов к насилию, к убийству, к уничтожению террористов и ваххабистов, у него было что-нибудь? Может быть, он разъяснял нам основы ислама? Может быть, он условия шахады где-то нам разъяснял? Может быть, он пять столпов ислама разъяснял, шесть столпов имана, столпы ихсана? Может быть, он что-то в этом направлении делал? Может быть, он какие-то вопросы фикха, исламского права разбирал? Может быть, он какие-то семейные вопросы, бракосочетания, развода? Вот что-нибудь есть у него, какие-нибудь проповеди? Это был мой первый запрос. Второе. Есть ли у него какие-то научные труды? Оставил ли он после себя какие-то книги по шариатскому праву, может быть, по вероубеждению, по методологии, по мангаджу и так далее? Есть ли у него что-то подобное? Вот это были два основных вопроса. На них мы ответов не получили. Я надеюсь, что мы на них тоже получим ответы. Приведенные там какие-то рекомендации Ахмату Кадырову от каких-то там узбекских товарищей, но это вообще ни о чем. Я убежден, что эти же узбекские товарищи, они ровно такие же рекомендации давали и об исламе Каримове, который у них был президентом. То есть это вообще не принимается. Нам все-таки нужно, чтобы вы показали его хоть один научный труд, который он после себя оставил, или хоть одну проповедь, которую он прочитал, не на тему насилия и уничтожения, кого бы то ни было. Так вот, я думаю, что либо вы это нам предъявите, так же, как вы показали нам знание арабского языка, либо вы, следуя нашему примеру, как мы сейчас отступили, арабский язык вы доказали, мы это приняли, либо вы точно так же последуете нашему примеру и скажете, да, действительно, ученым он не был. Вот тут мы тоже соглашаемся с вами. Он знал арабский язык, он так немного изучал религию, но ученым, богословом его назвать нельзя, он по знаниям не дотягивал. То есть, либо вы должны сделать это, последовав нашему примеру. Но я очень сомневаюсь, что вы вообще способны на то, чтобы признавать свои ошибки и принимать аргументы противоборствующей стороны. Вы за все эти 20 лет существования вашего режима в Чечне, вы ни разу этого не сделали. Задумайтесь о людях. Сколько было различных обращений, критики от жителей нашей республики, и не только от жителей, в адрес этой российской власти в Чечне, в адрес кадыровцев. И ни разу еще не было так, чтобы эти люди, озвучившие какую-то критику, чтобы они оказались правы. Всегда права оказывалась власть, а эти люди, они либо засланные какими-то западными спецслужбами товарищей, либо умалишенные, либо просто недостойные, неуважаемые и так далее. То есть, все что угодно. Их подвергали жесткой дискредитации, причем на тему, которая вообще никак не была связана с вопросом вот этой критики. То есть, мы с вами помним, как, допустим, девушка пожаловалась Кадырову, что ей не выдают зарплату в департаменте культуры, в Человекском. Ее привезли, привезли этих чиновников. И вместо того, чтобы разобрать эту тему, разобраться, почему ей не платят зарплату, Кадыров говорил, хочешь, я покажу фотографии, которые ты отсылала своему какому-то молодому человеку, с которым она общалась. Хочешь, я тебе покажу это людям? Какое это отношение имело к зарплате, к их работе? Он просто ее дискредитировал, и она сразу отказалась, как бы дала заднюю, как говорится. Оказалось, что зарплату ей не выдавали, это нормально, ничего страшного, через какое-то время ее выдадут. И вот как пример я хочу сейчас последнюю, последнюю ситуацию. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»